Как победить неуверенность в себе, самобичевание, самоедство, как перестать себя ненавидеть? Обо всем этом поговорим в этом видео. Я выдам вам простую технику, которую сможет применить любой желающий. Приветствую! Меня зовут Павел Кольц, я тренер, коуч, психолог. И уже более 20 лет я помогаю людям избавиться от самобичевания, ненависти к себе, прокрастинации, самосаботажа и сделаю свою жизнь богатой, счастливой и забильной. И в этом видео я выдам вам простую пошаговую технику, которую сможет применить любой человек, который хочет избавиться от негативных чувств, направленных на самого себя. От ненависти к себе, от презрения к себе, от каких подобных негативных чувств. Почему важно избавляться от ненависти к себе? Потому что ненависть к себе – это абсолютно деструктивное чувство. Это самый вредный чувство, какой только может быть. Наверное, более деструктивный, наверное, только жалость к себе. Потому что ненависть к себе создает неуверенность в себе, создает прокрастинацию, самосаботаж, откладывание, лень. Ненависть к себе создает тормоз достижения целей. На длинное плечо, если человек себя ненавидит. Ненависть к себе может привести вообще-то к онкологии, к раповым заболеваниям. И человек, который ненавидит самого себя, он сжигает самого себя изнутри. И счастье абсолютно невозможно достичь, пока вы ненавидите себя. И заработать большие деньги, пока вы ненавидите себя, тоже невозможно вообще никак. Итого, если вас интересуют большие доходы, если вас интересует счастье в жизни, если вас интересует большой успех в жизни, необходимо избавляться от ненависти к себе, необходимо избавляться от внутренних конфликтов. И в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, Просто если у вас есть ненависть к себе или самоедство, как оно у вас проявляется? Какие эффекты, какие последствия оказывают на вашу жизнь? Так вот, откуда берется вот эта самая ненависть к себе и самоедство? Откуда берется эта самая неуверенность? В норме ребеночек маленький, когда он рождается, он себя любит. Ребенок относится к себе хорошо. И потому что ребенок просто не знает, что к себе можно относиться как-то плохо. Но по мере воспитания, пока ребеночек там растет, становится больше, 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 больше. Что происходит? Начинается так называемое воспитание. И родители или те, кто родители заменяют, там бабушки, дедушки, старшие братья, мама, папа, начинают что делать на ребенка? Начинают на ребенка орать, критиковать, обвинять, ругать, наказывать. И здесь срабатывает какой механизм? Ребенок до 7 лет родители искренне любят. Потому что любовь ребенка к родителям, она обеспечивает ребенку выживание. И, собственно, когда на ребенка родители орут и ругают, ребенок оказывается в очень трудной ситуации. Родители, которых ребенок любит, которых он изначально считает хорошими, проявляют к нему ненависть. А так как для ребенка выживание крайне важно, а для этого важна любовь родителей, ребенок присоединяется к ненности, а родители направлены на себя. И начинает сам себя ругать, сам себя обвинять, сам себя ненавидеть, заниматься самобичеванием. Потому что это такой способ выживания у детей. И чтобы от этого избавиться, вам необходимо осознать, что ненависть к себе – это не ваши чувства. Это чувства ваших родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер каких-то старших, которые, собственно, занимались вашим воспитанием. Которые вас воспитывают. Потому что изначально вы относились к себе хорошо. Изначально вы любили себя. Это норма для детской психики. Но когда ребенок растет, он зачастую впитывает эти негативы, зерна ненности. Поэтому, собственно, простая техника – избавление от самобичевания и ненависти к себе. Подходит тем людям, у кого хорошо с визуализацией. Если у вас есть какие-то друзья, приятели, знакомые, которые тоже было бы полезно избавиться от самобичевания, самоедства, ненависти к себе, поделитесь, пожалуйста, с ними этим видео, чтобы они тоже могли применять эту технику. Потому что чем больше в вашем окружении будет счастливых, довольных, жизнеразвестных, успешных людей, тем проще и легче будут сбываться ваши мечты. Потому что вы сами сможете быть более счастливыми. Итак, собственно, какая технология? Шаг номер один. Закрывайте глаза. И ваша задача – осознать, а где внутри вас находится ваша ненависть к себе, ваша агрессия по отношению к себе. Ну, обычно это там ненависть. Где, в какой части тела, как оно выглядит, какого оно цвета, какого оно размера, какой оно формы. Потом напоминаю, что ненависть к себе – это не ваши чувства, то, которое вы чувствовали у других людей. И чтобы с ним разделиться, вы это чувство ненависти оставляете на месте, а сами делаете шаг, например, не знаю, может быть, делать шаг вперед или шаг в сторону, чтобы разделиться вот с этим вот негативным чувством. Потому что это не ваше, это чужое. То, что вы приняли внутри себя. Но если вы там когда-нибудь занимались психологией, эта штука называется интроэпт. А после этого вы остаетесь с закрытыми глазами и просите, чтобы перед вашим внутренним взором проявились те, кто вам подкинул вот эту вот фигню. Кто встроил вам вот эту вот ненависть к себе. Кто встроил вас вот эти ваши негативные чувства направлены на самих себя. То есть, закрывайте глаза и говорите, ну, пускай перед моим внутренним взором проявятся те, кто, собственно, мне вот это подкинули. И там как раз перед вашим внутренним взором могут проявиться какие-нибудь ваши родственники, может быть, воспитатели детского сада, может быть, там, школьные учительницы, в общем, какие-то персонажи. Когда они проявились всем этим персонажам, говорите, чужого не беру, свое не отдаю, есть вот это ваше, я выбираю вернуть это вам прямо сейчас. Я отказываюсь нести это дальше. Я отказываюсь нести это на себе. И, собственно, вот этот вот образ вот этой ненависти к себе вы возвращаете тем персонажам, которые вас эту ненависть к себе, самоедство, собственно, встроили. И когда, вот, собственно, вернули, вот этим персонажам говорите, что из того, что к ним вернулось, они могут оставить себе только свое, а чужое могут передать дальше тем, кто им это всучил. После этого тем персонажам, которые проявляются, может быть, мам, может быть, папа, может быть, какие-то там еще персонажи, говорите, я вас вижу, и я не буду вас ругать, я не буду вас обвинять, я не буду вас наказывать, я не буду вас критиковать, я отказываюсь от ненависти к вам, я отказываюсь от негативных чувств по отношению к вам, я выбираю проявлять по отношению к вам только хорошие, добрые, позитивные чувства. Я отказываюсь с вами воевать, я отказываюсь находиться с вами в конфликте, я выбираю проявлять к вам только хорошие, добрые, позитивные чувства. Это крайне важно сказать, потому что эти образы, это тоже часть вас. Если вы к ним проявляете агрессию, фактически вы проявляете агрессию к своему внутреннему миру, то есть фактически продолжаете эту самую бесконечную войну с самим собой. Поэтому, значит, сердце говорите, что я не буду с вами воевать. Я выбираю проявлять к вам только хорошие, добрые, тёплые, позитивные чувства. Обычно после этого образы персонажей этих как трансформерс говорится, ну, я вас отпускаю, можете идти своей дорогой. И они обычно куда-то там уходят, куда-нибудь там в темноту или ещё куда-нибудь. После этого да, собственно, эти персонажи ушли, вы задаете себе вопрос. А от чего вы отказались, когда вы приняли внутри себя вот эти негативные чувства? И где находится то ваше, от чего вы отказались? Всё это с закрытыми глазами, и там, где относительно вас находится вот то хорошее, то ваше, тот ваш ресурс, то ваша сила, от которой вы отказались. И обычно люди, когда принимают ненависть к себе, они отказываются от любви к себе, от чувства собственной ценности, от самоуважения, от принятия себя. Вы осознаёте, где вот находится относительно вас образ вашей, ну вот, того вашего ресурса, той вашей силы, от которой вы отказались, когда в детстве ребёнком приняли вот эти негативные чувства, негативные эмоции. Не знаю, почему обычно у людей этот образ возникает где-то, ну, выше их. И обычно этот образ там приятный, светлый, там, не знаю, золотистый, белый, жемчужный, светлый, ну, какой-то такой. Когда вы этот образ видите, ну, то есть вы себя спрашиваете, вот как называется вот эта моя сила, вот этот мой ресурс, который я когда-то там отказался. После этого этому образу говорите, я тебя вижу, я больше не буду тебя вытеснять, я больше не буду тебя обесценивать, я больше не буду тебя подавлять, я больше не буду от тебя отказываться. И я выбираю вернуть тебя себе. Потому что ты очень важная часть меня. Ты очень важная часть моего ресурса. И позволять вот этому образу, образу вот этого вашего ресурса, чтобы он вернулся к вам и соединился с вами. Обычно этот образ, не знаю почему, входит обычно у людей где-то в область груди. Собственно, вы соединяетесь и чувствуете, как, собственно, изменилось у вас ваше ощущение. Как изменилось ваше чувство. Как изменилось ваше состояние. Обычно идет прилив сил, прилив энергии, улучшается настроение. И тогда кладете руку на грудь и говорите, да, вот мне нравится мое состояние. Вот это состояние любви к себе, принятия себя, гордости себя, восхищения собой. Любви к себе. И я выбираю закрепить это состояние на всю мою жизнь в этом теле. Собственно, вот и чувствуете, как вот это состояние вашей любви к себе, гордости себя, оно начинает вас встраивать. Самое главное, чтобы оно заполнило все ваше тело. Полностью ноги, бедра, живот, грудь, руки, голову. Что ваши чувства. Потому что обычно там люди отказываются, как раз, когда принимают ненависть, они отказываются от любви к себе. Вот чтобы вот ваша любовь к себе, принятие себя заполнило все, 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 все. Ваше тело полностью от, собственно, макушки до пяток. Потому что иногда у людей там до головы не доходит. И, собственно, вот представить, что это вот ваш ресурс, вот ваша сила, которая к вам вернулась, это ваша энергия, она вот, собственно, постепенно, постепенно, постепенно заполняет вот все ваше тело. Собственно, и голову, и, собственно, и вплоть до ног. И, собственно, почувствуйте, как у вас изменилось состояние. И в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, когда выполните эту технику, что вы почувствовали, что вы поняли, как у вас изменилось состояние, и как вы теперь относитесь к себе. И то, что Масей заложил, это только всего одна техника работы с самосаботажем, самобичеванием, неверенностью в себе, самоездом и внутренними конфликтами. И скоро у меня будет совершенно замечательное мероприятие, на котором мои коучи вам подробнее расскажут обо всей этой технологии. Самое ценное, что они будут с вами работать персонально, индивидуально. Вы можете там напроситься на индивидуальную коуч-сессию, и они в прямом эфире с вами проработают ваш затык. Ваш страх больших денег, ваша неуверенность в себе, ваши проблемы с похудением, ваши проблемы с тем, что никак не можешь совершить карьерный рост, с тем, что вы орете постоянно на детей, или ругаетесь с мужем, или никак не можете выйти замуж, или, собственно, откладываете занятия спортом, физкультурой и так далее. В общем, все эти проблемы легко вот так вот на раз решаются моим методом, то, что вам рассказал, как раз техника, моя авторская техника из системы устранения внутренних конфликтов, метода УВК, который, собственно, я разработал. Так что, если вам интересно не просто какую-то одну технику, если вы понимаете, что через какое-то время вы опять начинаете проваливаться ненависть к себе, ее можно выполнить еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Потому что, если вы там лет 20-30 жили в ненависти к себе, ну, у кого-то получится сразу из ненависти перейти к любовь, а кому-то потребует, собственно, ну, чуть более, несколько раз выполнить эту технику, чтобы вы, наконец, начали себя любить. Ну, так вот, если вас интересует, чтобы вы не просто выполнили технику по моему описанию, а чтобы мои коучи, высококлассные, которые там уже кто-то там 7 лет, кто-то там уже 10 лет, вот этой темой занимаются, занимаются персональной, индивидуальной работой с людьми. Если вам интересно, что вы мне с вами поработали, я приглашаю вас на мое специальное мероприятие. Ссылочка находится ниже под этим видео. Пожалуйста, регистрируйтесь, там будет классно. Там моя элита коучи, которые там провели уже там сотни, там тысячи коуч-сессий, будут работать с вами. Я понимаю, что, может быть, у вас какой-то такой затык или такая проблема, которую там стыдно, больно или неудобно выносить на публичное обсуждение, ничего страшного. Все равно регистрируйтесь на это мероприятие, оно будет все онлайн. Даже если вы не захотите выносить какую-то свою проблематику на, собственно, потому что, ну, коучи будут работать с вами бесплатно, мы за это вас брать денег не будем. Ну, ценой того, что с вами будет работать бесплатно, то, что все это будет проходить в прямом эфире, то, что другие люди будут видеть всю эту проработку, и потом эти записи выложим на YouTube, как образец работы наших замечательных коучей. Так вот, если вдруг вы этого там боитесь, стесняется вам, ты не охота, или еще что-нибудь подобное, ничего страшного. Вы можете, собственно, приходить на эти эфиры, смотреть, как мои коучи работают с другими людьми, и зачастую просто наблюдать, присоединяться к этой работе, делать то же самое, что коуч будет там делать в прямом эфире. С клиентом внутри себя такие же, собственно, проводить манипуляции, такие же, собственно, процессы запускать, и зачастую это дает людям даже лучший результат, чем когда коуч работают с ними индивидуально. Потому что, когда вы присоединяете вот в этом групповом поле, потому что у нас там собираются люди, на самом деле, доброжелательные, которые, на самом деле, хотят жить успешно, радостно, которые нацелены на саморазвитие, успех, большие доходы, счастье в жизни. Когда вы это делаете, собственно, в таком групповом процессе, вы можете очень-очень-очень быстро проработать те затыки, которые вас держали годами и десятилетиями. Самое главное, что вы пришли на эфир, чтобы, ну, там, самое крутое, если вы там подадите заявку, чтобы с вами поработали индивидуально, если вдруг боитесь выходить публично, я понимаю, что у вас может быть 40 публичных выступлений, ничего страшного, просто будьте на эфирах и вместе с клиентами, с которыми будут работать мои коучи, делайте те же самые процессы. У нас работа будет, ну, примерно плюс-минус такая же, как вот то, что я вам здесь и писал в этой технике. Примерно в таком же ключе она доступна абсолютно любому человеку, у которого все хорошо с визуализацией. Ну что, дорогие мои хорошие, в комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, что вы под этим думаете. Если вас интересует, на самом деле, проработать свои внутренние затыки, я приглашаю вас на мое онлайн-мероприятие. Ссылочка находится ниже под этим видео, там это будет, на самом деле, чума, там будет очень круто. После каждого такого мероприятия мы их проводим редко, где-то там раз в три месяца, иногда раз в полгода. Мы получаем там кучу восторженных отзывов, у людей там, не знаю, доход увеличится, в два-три раза там замуж выходит, не знаю, там, квартиру получает, там, карьерный рост совершает, там, от кучи болельщиков каких-то избавляется. Так вот, если вам интересны такие результаты, пожалуйста, регистрируйтесь на мероприятие по ссылочке под этим видео, оно для вас бесплатное. Но я это делаю для того, чтобы вы познакомились с методом, с методом УВК, устроенный внутренний конфликт, чтобы вы поняли, насколько этот метод, на самом деле, классный, рабочий, насколько классный результат он дает. Также в комментариях под этим видео напишите, что вы думаете по поводу этой техники, что у вас получилось, какие были эффекты, какие были чувства. Ну, и если у вас есть друзья, приятели, знакомые, которые тоже там испытывают самобичевание, самоедство, которые себя ругают, испытывают неуверенность, поделитесь с ними этим видео, потому что чем больше в вашем непосредственном окружении будет счастливых, довольных, успешных людей, тем проще и легче будет вам жить персонально, потому что проще и легче будут сбываться ваши цели, ваши мечты, ваши желания. Ну, и если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда на моем канале будут выходить новые видео, потому что я планирую выкладывать новые видео регулярно. И мой канал посвящен тому, как быть счастливым, везучим, удачным человеком, который зарабатывает много денег, у которого все хорошо со здоровьем, у которого все хорошо с карьерой, с бизнесом, у которого все хорошо с личными отношениями, у которого легко исполняет цель мечты и желания, а который легко достигает своей цели буквально по щелчку пальца. Это можно легко сделать, когда вы у себя берете вот эти внутренние блокировки, самоедство, самопичевание, ненависть к себе, прочие негативные чувства. А когда вы это убираете, когда вы становитесь целостным, тогда, когда ваша душа, ваш псих на самом деле целостна, тогда, в общем, цели начинают достигаться буквально с реактивной скоростью, как по щелчку пальца. Если вам это интересно, что у вас так было, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что я планирую дальше выкладывать обучающие, развивающие, прокачивающие вас видео. Ну что, спасибо за внимание. Приглашаю вас на мое онлайн мероприятие. Регистрируйтесь, пожалуйста, по ссылочке под этим видео, там будет реально круто. Мы это мероприятие проводим редко. И до встречи на этом мероприятии. Благодарю за внимание. С вами был Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. И да пребудет с вами сила и любовь. Я в вас верю. У вас все получится. Счастливо. Регистрируйтесь прямо сейчас.